добрый день дорогие друзья прошу любить и жаловать иностранный агент пожалуйста не перепутайте депутат московской городской думы евгений ступин привет всем привет друзья раз привет павел женя объясни что у тебя все-таки минюст нашел особняк на лазурном берегу или яхта или счета в панамских офшорах как происходит выяснение причин объявлений тебя иностранным агентом ну вот это загадка всех загадок на самом деле даже в официальном своем сообщении на сайте минюс пишет о том что ну как причину внесения меня в реестр иноагентов это критика органов власти и не согласия с ссо ну то есть подожди а при чем здесь иностранные какие-то структуры влияние ну вот меня критика власти критиковать да даже начальник этого минюста президент путин говорил о том что при признавать иноагента может только тех у кого есть иностранное финансирование да и оно должно быть доказано это не должно быть как-то своевольно определяться но нет они они даже сами даже не намекают на иностранный финансирование просто ты критикуешь российскую власть критикуешь какие-то решения и все это иностранный агент а при этом само слово иностранный да то есть какой-то иной страны какой страны то я агент объясните мне там много лет дальше турции нигде не был потому что ну так получилось в общем поэтому естественно никакой недвижимости никого финансирования ничего не часа то чем буду сдавать как иностранный агент он нулевой абсолютно то есть там какие то сколько вы получили там из иностранных государств ноль я получил ноль недвижимости ноль у меня там ну то есть в единую россию тебя бы не взяли а в иностранные агенты годишься ну да да там например есть госпожа стебенкова которая там в гарварде училась она не иностранный агент на патриот она за штрафы голосуют чтобы штраф поднимать нашим гражданам чтобы этот если земельные участки выделять мы голосовали то это все тихо это чиновники должны распределять это так чтобы в итоге играли но это вот мы когда год назад принимали распределению земельных участков и и все и чиновники распределяют и никому не понятно кому земля в москве достается слушай но в мосгордуме пишут больше всего иностранных агентов виктор воробьев он по рф это республика коми а в москве и дарья беседина евгений ступин и михаил тимонов яблоко кпрф справедливая россия хотя тебя из кпрф уже исключили а чем связана такая активность именно московских значит назначений определение иностранным агентам это выборы просто затыкают рот депутатам кто может что-то не так сказать и в случае чего собянин выйдет и скажет а чё вы их слушаете это же иностранные агенты понятно это враги родины поэтому чё чё им верить я лучший мэр выбирайте только меня ну да это одна сторона вопроса а вторая сторона вопроса это то что например если мы вспомним голосование по конституции которые в регионе спускали то в мосгордуме в процентном отношении было самое большое количество проголосовавших против да и валовом отношении тоже 15 депутатов я насколько помню тогда проголосовали против поправок в конституцию треть треть это очень много то есть никаком там каком консенсусе общественном в москве не может быть и речи по депутатам да если судить при том что он оппозиционные депутаты на самом деле набрали намного больше голосов на выборах чем единороссов единороссов больше мандатов но за счет чего там где у них были они много где одержали победы с небольшим перевес например курганский шараповой насколько я помню там вообще 20 голосов 26 голосов перевес и причем шло так что курганский то выиграл длительное время а потом раз пересчитали там где нужно и все а у примерно от шангаркиным двукратный перевес был у меня был 44 процента у него 21 то есть и ты за нас то больше за позицию москвичей проголосовало намного больше решение они принимают ну вот им надо как-то это все нивелировать не да это просто иностранные агенты вот и все а каковы бы ни были новости стремительно несущийся меняющийся калейдоскоп событий лето должно оставаться временем отдыха реабилитации и восстановления ваш надежный помощник в этом технология кордус сакрус специальные разработаны в россии устройства помогают надежно избавиться от болей в шее и спине методику кордус сакрус используют в 48 странах по всему миру и в западной европе и в теверной америке по данным мировых продаж эффективность метода 97 процентов в россии методика созданная челябинским нейрофизиологом юрием крюкаловым пока мало известно удивительно методика покорила мир но не родину методика основана на принципах мануальной терапии она безопасна и нетравматична когда вы ложитесь на аппарат его анатомические вершины погружаются в глубокие мышцы на три сантиметра что снимает спазм основную причину боли в спине столь глубокую проработку не обеспечивает никакой другой мануальный или аппаратный метод метод методика эффективна в борьбе со спазмами мышц позвоночника межпозвонковой грыжей ущемлением седалищного нерва сколиозом и другими патологиями одновременное применение аппаратов кордус и сакрус повышает общую эффективность на 40 процентов особенно ощутимо для всех кто старше 30 лет цена каждого устройства 4900 рублей его хватит на многие годы для всей семьи узнать подробнее методики заказать аппараты можно официальном сайте кордус сакрус ссылка на сайт и код на скидку 10 процентов в описании под роликом какие перспективы как ты считаешь вот лично для тебя потому что многие переживают и я переживаю все мы переживаем адвокатского статуса тебя как не лишат за это но конкретно за это нет там может какие-то другие поводы будут находиться не знаю конкретно за это нет вопрос в депутатской деятельности это большой вопрос потому что во первых я тебе на каждом запросе должен писать что я иностранный агент причем шрифтом два раза больше чем тот который был то есть у меня на то есть это прямо на каждой официальной бумаги да но получается вообще совершеннейшая глупость то есть у меня я запрос например пишу 13 шрифтом и 26 26 шрифтом я должен написать что являюсь иностранным агентом в итоге почти вся первая страница занята и но мне пока непонятно как чиновники будут отвечать вообще но все равно не по закону то обязаны отвечать обязаны но вот в минобороны по мобилизованным я буду писать но вот как именно барона ответить раньше что уже в начале отвечали нормально потом плохо стали отвечать уже через через военную прокуратуру от них требовали и ну сейчас чувствую вообще там очень сложно просто людям будет сложнее помогать вот чего не добились как бы ну что делать я глазка тоже сами понимаешь когда включаешь люди которые только вовлекаются в политику которые где-то мой ролик посмотрели как там я и дроссов где-то чехвощи не смотрят а в начале заставки иностранный агент а человек может он не вникал только-только первые политические да как ни крути это влияет я периодически своим слушателям рассказываю историю как еще там 10 лет назад меня попался на ю тубе шарий я заинтересовался думаю какой шарий я еще там политикой не глубоко интересовался а потом думаю ну надо проверить кто он вообще такой и тут попадается информация это фейгин когда он еще в россии тусовался говорит так шари педофил это все доказано это все известно я думаю блин но педофила я точно смотреть не буду я отписался от шария конечно сразу то есть я его там буквально две недели послушал и все отписался потом еще года через три я стал его снова смотреть то есть такие вещи фейки набросы объявление вот этим они все равно работают не на всех но на кого-то они сработают ну да и тем более самого слова иностранный агент выглядит как шпион но в глазах там обывателя может выглядеть да хотя с точки зрения законодательства дни иностранных агентов быть не должно особенно во власти особенно тех у кого там реально особняки счета в банках у кого там учатся дети если ты считаешь что твоего ребенка необходимо отправить на учебу в гарвард прекрасно но ты не имеешь права быть во власти если тебе вот бабушка завещала квартиру в италии прекрасно но ты не имеешь права быть во власти но это же элементарно интересный момент что когда путин вносил эти поправки в конституцию там была поправка что владеть нельзя ни счетами ни недвижимостью ядросы добились того что недвижимость исключили из этой схемы они оставили себе права когда в мосгордуме принимали вопрос об ограничениях в том числе для мэра москвы я задавал вопрос а почему вы не хотите недвижку то включить как бы ну по гражданству все понятно давайте недвижку включим но в федеральном законодательстве этого нет а нам никто не мешает как бы расширить этот перечень но давайте об этом подумаем так что думать-то это мы в двадцать втором году вносили да а конституция в двадцатом вас два года было подумать что думать когда уже эта идея была в общем так они за недвижку цепляются и по официальным данным 12 депутатов госдумы это данные тартас обладает иностранной недвижимости самая популярная страна знаете какая испания страна надо которая не так давно объявила об оказании военной помощи украине например до 2 популярности в великобритании там вообще как бы с точки зрения наших взаимоотношений с россией клей мания где ставить ну вот так это патриоты там все единороссы они не иностранные агенты путать не надо там патриоты российские они снабжают экономику нато инвестируют в нее развивают ее какие темы из актуальной политической повестки сейчас тебя больше все беспокоит вот тема мигрантов в котельниках облава за облавой за облавой за облавой и чуть-чуть меньше как-то не становится закрыли мечеть нелегальную оформленную как культурный центр в жилом доме закрыли потому что она нелегально и потом опять открыли теперь там чп происходит одно за одним то драка массовая то задымление какое-то люди просто в шоке и вообще не понимают как бы то у них перед глазами пригожин которого должны были осудить приговорить ну как мятежник тролли вали но ничего с ним не было разгуливает все все чинарем деньги конфисковали деньги вернули а тут ну мигранты ну мигранты и то же самое власть не может совладать даже элементарные вопросы решить почему чтобы выявить нелегалов нужно проводить специальный рейд это же должна быть ежедневная рутинная работа ходишь по улицам проверяешь документы о нелегал до свидания почему а где управляемость государством это большой вопрос и я тебе так скажу что вот эти все процессы негативные они же ну естественно не вчера не позавчера взялись вот ты говоришь почему нельзя на постоянном режиме это делать объясняю почему на предельно конкретном примере потому что например когда я пришел работать в систему органов внутренних дел после армии ну реально хотел служить на благо общества для тех кто не в курсе напомни свой карьерный путь вкратце ну кончил школу потом институт юридический факультет после него пошел в армию солдатом не офицером а солдатом и после армии уже пошел следователем работать пошел работать в северодвинское следственное управление что меня там поразило что в этом следственном управлении начальствующих должностей было столько же сколько должностей следователей то есть начальники отделений начальники отделов замначальники отделов начальник управления замначальника управления. И вот всех этих начальников было столько же, сколько следователей. А теперь давайте задумываемся, а кто будет на земле эту работу выполнять, если у нас одни начальники? И это, я туда пошел работать в 2007 году. С того момента в этом смысле система эффективнее-то не стала, я думаю, вы понимаете это. То есть у руководства привилегии растут, зарплаты растут, а участковые, приходишь на них, я здесь в Новокосино общаюсь с ними периодически, по делам по-разному, по три-по-четыре у них участка, никто идти не хочет. Участковых набирают часто из регионов, потому что местные не идут на эти зарплаты. И набирают для того, чтобы, так между собой говорят, чтобы квартиры получили здесь. Вот за зарплату уже никто не хочет, а квартиру это одинокие граждане, которые остаются у нас. Вот, ну там формально это все легально, когда одинокий гражданин умирает, и, соответственно, кто с ним там подружился последние месяцы жизни, да, или дни, тот теоретически имеет право вот на наследование там, ну, то есть если завещание, да, соответственно, еще будет написано. Вот такие схемы, к сожалению, не редкость в Москве. Это я сейчас очень мягко описал, без противозаконных действий, чтобы тут не было у нас ни клеветы, ничего, да, но бывает все, вы понимаете, каким образом. То есть еще раз, где-то в параллельной вселенной следователь может на кого-то повлиять. Не следователь, почему участковый? Потому что участковый ходит по обязанности, вообще дважды в год обходить свой участок, заглядывать в каждую квартиру, ну и, по идее, должен знать, чем люди живут. Следователь этого не знает, он только, ну, с преступлениями работает. А участковый должен знать, делать обход. И поэтому, да, они в курсе, где живут одинокие граждане. И, в общем-то, те уголовные дела, которые были в моей практике, они поставляют эту информацию нужным людям. А те уже начинают работу с этими одинокими гражданами. И, то есть, я так чему говорю-то, что на самом деле положение полиции, оно удручающее сейчас. У них, например, ненормированный рабочий день. Ну, что это такое? Восемь часов есть, да, трудовым кодексом. А над ними руководство издевается над сотрудниками полиции. Ненормированный день, и все, вызывают их там по выходным, заставляют работать по ночам. Я-то по себе даже помню. Естественно, злобленность возникает сразу же. Ну, у учителей тоже, у всех бюджетников такая же ситуация. Ну, в полиции это сильнее развито. Сильнее. Ну, логично. Логично. Это все-таки работа не с детьми или пациентами. Здесь сам принцип работы силовой структуры, он предполагает более широкий, более плотный контакт, так сказать. Да. Потом мы говорим, у них по медобслуживанию большие проблемы. И им нельзя по обычному полюсу в поликлинику ехать, им только в специализированные поликлиники зачем-то. Это большие проблемы создает. То есть надо куда-то ехать. Не просто рядом с домом поликлинику дошел где-то пешком, а куда-то ехать. И это, ну, прямо они жалуются на все эти вещи. То есть мы в своих тезисах социалистов будущего вместе с Николаем Бондаренко, с Владиславом Жуковским, с Олегом Михайловым пишем о том, чтобы вот эти все вещи, то есть 8-часовой рабочий день для них жестко сделать. И предоставить возможность обслуживаться в нормальных медицинских организациях. Тогда в целом система их деятельности, она станет более человеколюбивой, что ли. Ну да, речь идет о том, что система должна стать социальной. И по отношению к своим членам тоже, потому что и низший уровень чиновников, и бюджетники, и полицейские, и всиновцы, и те же военнослужащие армейские. Вот ты как юрист, что можешь сказать по этому казусу с Малашиной, на которую напали в Чечне? Как ты оцениваешь вот эту всю ситуацию? Ну как, это нападение на журналистов и на адвокатов. Естественно, я целиком заявляю солидарность с адвокатом, потому что адвокат часто это вообще единственный человек, который является связующим звеном с человеком, который попал в журнала системы. Вообще единственным. То есть не всегда там связь незаконна. Иногда она есть, естественно, но она незаконна. И единственный, кто может сообщить о том, что человека избили там, или, не дай бог, изнасиловали, или на него там давление какое-то оказывается, или медицинскую помощь не оказывают, у него там какое-то заболевание. Ну, сплошь и рядом эти случаи. И только адвокат способен это вынести, через журналистов придать огласки, все эти вещи, и попытаться спасти человека. Ну, поэтому, естественно, для тех, кто планирует какие-то злоупотребления с задержанными, с заключенными под стражу, для них адвокаты, журналисты – это враги. Поэтому на них оказывается давление. И чем больше в системе таких злоупотреблений, тем больше давления. Сейчас даже Федеральная палата адвокатов рассматривает вопрос о забастовке адвокатов. То есть, чтобы форма там проговариваться, но один из вариантов, которым мне известно, о том, что они… Ну, то есть, какие-то дни адвокаты по всей стране вообще не выйдут ни в суды, ни в следственные действия. Это все парализует, потому что участие защитника там обязательно. То есть, всю систему это парализует сразу, если это будет осуществлено. И все для того, чтобы найти виновных этого нападения. Потому что сейчас ощущение, что особо там никто не торопится их искать. Ну, а назначат каких-то подставных, как обычно, найдут крайних. Кто отсидит, потом выйдет, а его ждет приличный счет в банке. Ну, нельзя этого исключать. Надо поэтому бороться, поэтому придавать огласки. Очень важный, кстати, момент, который вот этот случай отличает, например, от случая, когда мы помним человеку, которого назвали по фамилии Нужен. Кувалдой вроде бы как разбили голову, да? Тогда многие радовались. А вот там депутат Миронов даже с этой кувалдой фотографировался. Сейчас так не фотографируются уже, да? Ну, это другая была кувалда, но понятна логика, да. Да, то есть пытался солидаризироваться с этим случаем. И даже те, кто внутри системы, тогда восприняли это как самострел. Ну, то есть так нельзя. Одно дело, когда это делать... Ну, это вообще нельзя делать, в принципе. Но все-таки одно дело, когда это на фронте происходит, ну, как бы перегибы, да, скажем так. Так, и ты депутат федерального парламента, и вот это демонстрируешь. Ну, это в любом случае, как бы, такие вещи, они должны наказываться. Даже на фронте вот такие убийства откровенные, что это не на поле боя, вот взяли и убили человека. Если убили, там до конца-то это видео не было, конечно. Да потом, вроде как, оказалось, что нашли его. Или это другого нашли, живым показали. В общем... Ну, а сейчас, я к чему начал-то все это? Сейчас вот по Милашиной и по Немову ситуация-то была совершенно иная. Уже вот многие депутаты из Госдумы, они сделали запросы о том, чтобы возбудить уголовное дело, поставить на контроль его. То есть, все поняли, что если вот такие вещи пропускать, рано или поздно это приведет к какому-то тотальному беспределу. Это после мятежа Пригожина. Слушай, ну, это... Не считаешь ли ты, что это таким образом дали отмашку Кадырова задвинуть? Потому что как депутаты Госдумы против Кадырова что-то начали. Когда Зарему Мусаеву из Нижнего Новгорода вывезли в Чечню, все что-то молчали. Пару месяцев назад была резонансная история. Сожжен Коран, и вопреки всей логике законов, человек будет отбывать наказание именно в Чечне. Хотя преступление было совершено где-то, по-моему, в Самаре, если я не ошибаюсь. Ну, то есть, все молчали, все привыкли, что Рамзан Ахмадович на особом положении, друг Владимира Владимировича, особая история, специфический регион, большая диаспора влиятельная, сильная, богатая, вооруженная зачастую. А тут вдруг изменение парадигмы. Ну, этот фактор, естественно, есть. Мне кажется, ключевой другой. Почему раньше ему глобального внимания какого-то со стороны власти к этому не было? Потому что даже было игнорирование каких-то просьб общественности по нарушениям прав человека в Чечне. Потому что казалось, что Чечня – это какой-то особый регион, все там, и остальной России – это никакой опасности не все. Даже та же... Ой, как фамилия-то? Зарима? Мусаева. Мусаева, да. Ну, она же чеченка вроде. И это хоть и была вывезена из Межнего Новгорода, да. Но вроде бы тоже как была подана, как внутри чеченская какая-то разборка. Однако после бунта Пригожина стало понятно, что в любой момент вот это то, что кажется сейчас внутренним делом какого-то региона... Шойгу и Пригожина, например. Да, да. Ну, там какие-то внутривластные разборки там, да. Все это в любой момент может вылиться, оказываться на улицу и в Москве оказаться. Все танки могут в Москве оказываться быть в результате таких вещей. А Кадыров – это тот, кто обладает танками, между прочим. И хоть там сейчас многие его критикуют, что у него там тикток войска, ну, не знаю, я разговаривал с людьми, которые возвращались со СОО, да, но они достаточно высоко отзывались о подразделениях Ахмад. И поэтому... Ну, я сейчас... Значит, а разница же... Сравнивать же нужно не с тем, например, как показывает себя подразделение Кадырова на фронте, а против по натовским образцам вооруженных, обученных ВСУшников. А сравнивать надо Ахмад в теории с подразделениями, которые Москву должны оборонять. А в каком они состоянии, мы как раз знаем. Ну, узнали, точнее. Мы, да, мы вот уже из твоего разговора, как они перерабатывают, какие у них проблемы с медициной, в целом озлобленность из всей этой вот ситуации, из всего этого отношения. Поэтому... Ну, и надо понять, вот полиция, в общем, милиция, они же не приспособлены, в принципе, как-то противостоять регулярной армии. И... То есть, ну, тот же Пригожин шел с танками, ну, а что сделает там с автоматиком Росгвардеец? Тем более, что из автомата-то когда он там последний раз стрелял? А тут бойцы едут с фронта с оружием, с реальным, с тяжелым. Ну, и что бы они там сделали? И то же самое может и Ахмат повторить, в принципе. Я думаю, сейчас это... Многие об этом думают. И мы видим даже одну из причин обвала рубля, сейчас считают бегство капитала резкое. А бегство капитала, потому что политический режим после нитяжа Пригожина, пусть и несостоявшегося вроде бы, да, но он был, попытка была, а сама попытка, причем столь длительная, что почти до Московской области, да, дошел, это уже говорит о том, что это стало возможно, власть слаба, и теперь уже в их понимании, понимании инвесторов, политический режим в России считается нестабильным. Раньше было как? Да, экономика неэффективна, да, суды, как бы, произвол там правоохранителей, инвестиционный климат так себе, но режим-то стабилен, и если ты крупняк, если ты пришел с царем договорился, ну, или там с кем-то из его ближнего окружения, то, в принципе, ты можешь более-менее спокойно работать. А сейчас, получается, ты придешь, договоришься, что-то занесешь там, может быть, а потом раз, и придет человек с автоматом на танке и скажет, слушай, ну, все, порядка сменились. Давай. Да, на самом деле, для людей, которые немножечко глубже смотрят, давно понятно, что в России это может произойти без всяких пригоженных. Вот эта знаменитая история, например, в Кавминводах профсоюз когда-то там 20 лет назад распродал санаторий, они меняли владельцев раз, два, три, четыре, пять, и сейчас, через столько лет, генпрокуратура говорит, они были неправильно проданы 20 лет назад. Все вернуть в собственность профсоюзов или там государства, или... А люди-то все законно покупали, все бумаги оформляли, а теперь, ну, кидок. Просто принято политическое решение, судя, ну, говорят, что там определенные влиятельные семьи с этим могут быть связаны, называют фамилии Матвиенко, некоторых губернаторов, бывших и действующих, в чьих интересах это все может быть проведено. Ну, конечно, никаких доказательств, только на уровне слухов и сплетен. Да, да, жестко. Как ты сам оцениваешь, вот это пригоженское выдвижение, оно было... В чем смысл? Кто за ним стоял? Слушай, изначально казалось, что смысл действительно в захвате власти, да, ну, понятно, что Шойгу это было так сказано, чтобы народ не распугивать, что он против Шойгу. Ну, очевидно, имелось-то в виду, как бы, фамилия Путина. Потому Путин и выступил. Но в дальнейшем, то есть мы поняли, когда на подходе к Москве, он, ну, видимо, договорился, и, скорее всего, цель изначально была как раз договориться о чем-то. Может быть, распределение каких-то финансов. Мы видели, деньги ему возвращают какие-то сферы влияния, сохранение какого-то своего положения в Африке, может быть, под влиянием на Вагнер, который сейчас вроде в Беларуси переводят. То есть договорились. И это была ошибка Пригожина, если в том плане, в плане борьбы за власть. На мой взгляд. Потому что, если мы даже вспомним Карла Маркса, и Ленин, когда его пересказывал, первое, что он говорил, это нельзя заигрывать с восстанием. И если мы уж его начали, нужно решительно, несмотря ни на что, идти до конца. То есть какие-то договорники. То есть если ты начал, все-таки идешь на пролом. Все-таки ты ни о чем больше не думаешь. Ну, ты знаешь, вот в этом аспекте, о котором ты сейчас сказал, меня, конечно, поражает пассивность и покорность даже, казалось бы, такой пассионарной части, как уголовники, которые пошли там в ЧВК Вагнер и так далее. Потому что на следующий день, после этого, значит, это было вечером 13-го началось, 14-го это пошло, вечером 15-го, когда уже прошли сутки после разворота от Москвы, был запущен фейк. Якобы стоят Вагнера с автоматами, на фронте где-то они находятся, в каком-то подвале, и вот они выступают. Женя, что ж ты, фраер, сдал назад? Надо было уж начинать. Мы-то тебе поверили. А ты почему? Как же ты так поступил? И довольно быстро показали, что это военнослужащие, которые давно были взяты в плен. То есть это цепсошный фейк. Цепсо захотело показать, что Вагнера недовольны. Судя по всему, реального недовольства не было, поэтому понадобился фейк. То есть казалось бы, ну если вы ожидали чего-то, ну выскажитесь по этому поводу, но нет. Нет. Все промолчали. Пригожин. Ну это, наверное, самая такая распространенная консенсусная оценка. Кто бы именно не стоял, это вот паны дерутся, у холопов чубы трещат. То есть какие-то элитные разборки, а то, что там 20 летчиков погибло, то, что там кого-то могут сажать за поддержку, там даже каких-то блогеров пытались привлечь. Я такую цифру слышал про летчиков. Разные цифры фигурируют? 15, 20 и... Ну да, окончательно нам так и не сказали, к сожалению. По 91-му году, по 93-му году тоже не очень-то говорят до сих пор точных цифр. Да, конкретно про Пригожина, смотри, почему ему подчиняются люди. Надо все-таки, несмотря на то, что он, скажем так, не по классике, так мягко выразим, мы выразимся, провел восстание и бросил вот в тот момент, когда имел шансы завершить его успешно. Тем не менее, он с точки зрения взаимодействия с теми людьми, которыми он командовал, он вел себя очень грамотно. В последние месяцы мы видели, у него большая медийная система, много СМИ, он говорил о справедливости, о борьбе с беспределом сам Маш. Да, это он требовал там снаряды, требовал искреннюю коррупцию в Минобороны. Ну, говоря серьезно, это даже не Пригожин. Он собрал команду, он выстроил систему, на него работают профессионалы. То есть он, вот его одно из главных качеств, он трудяга, он работает. То есть просто наше вот эти большинство, там, не знаю, Собянины, Матвиенко, Володин, такое чувство, что они просто в потолок плюют и не знают, чем бы заняться. Какой-нибудь там Дмитрий Анатольевич. Происходит резонансное событие, проходит двое суток, Медведев реально в каком-то там угаре-перегаре пишет, мы их всех, значит, трали-вали к ядрени фени. Это что? Это что? Зачем? Почему? Это какой-то детский сад. Ну, это люди, которые совсем от земли оторвались и их за это Пригожин и критикуют. Да, когда они, ну, как он там, розовые попы, там он их там называл, да, в свое время. Трясут, да. И это все заходит. И он по-живому разговаривал с людьми. Ну, и сейчас там какие-то комментарии дает. Это, естественно, вызывало симпатию после вот этих рож, которые, протокольных, которые появлялись там, и что-то бубнили про очередные красные линии. Ну, естественно, всем это надоело. А он говорил, ну, какие-то реальные вещи, даже там, если я там не согласен с политическим решением, да, предположим, о начале схода. Но я вижу, что то, что он сейчас говорит в отношении наших чиновников, это все на самом деле правда. И волей-неволей начинаешь какой-то симпатией проникаться, даже если ты там изначально не поддерживал этого всего. Он это все грамотно сделал. И люди ему поверили. Я не знаю, как сейчас в Вагнерах отношения. Ну, мне пишут, что противоречивое, но прям вот так вот, чтобы, поскольку вроде бы каких-то массовых уголовных дел мы не видим, каких-то репрессий в отношении вагнеров мы не видим, соответственно, какого-то резкого негатива, я думаю, тоже сейчас нет. Если бы были бы репрессии, тогда да, тогда было бы ощущение, что там подставил, еще что-то. Пока этого нет, по крайней мере, в паблике. Ты у себя в Телеграм-канале написал еще про одного критика режима, ты про Навального, другого иностранного агента, лидера экстремистской организации, что там собираются признавать. Расскажи в двух словах то о вашем пересечении и как ты вообще видишь перспективы взаимодействия левых, либералов в случае новых потрясений. Ну, смотри, кстати, интересная здесь привязка в одном из последних своих нитяжом обращений к публичным. А, Пригожин же на тебя тоже наезжал. Он наезжал, называл меня там навальнистом, но при этом, говорю, в одном из последних обращений перед мятежом он говорил, что да, там Навальный вроде агент Запада, но про коррупцию он правильное расследование делал. то есть, он здесь попытался, видимо, уже готовился к выступлению к своему, к этому маршу, понимал, что когда-то он будет и уже хотел симпатии даже у сторонников Навального заполучить, ну, какую-то часть, по крайней мере. Понятно, что там большинство все равно его не поддержит, но хоть кого-то. это к тому, что человек медийно очень грамотно работает, на самом деле. В отличие, к сожалению, от некоторых представителей официальных органов, почти всех, я бы даже сказал. Я даже сейчас не помню, кто адекватную политику ведет в информационном поле из госорганов. Теперь, что касается Навального, мне просьба поступила от его защитников, ну, сказали, что его личная просьба тоже, чтобы я приехал, дал показания, о том, считали, ну, не буду говорить о чем, потому что там подписку давал, соответственно, что о неразглашении, ну, по материалам его дела об экстремизме. Соответственно, съездил, дал показания, его увидел, он меня в основном допрашивал там по материалам дела. И, ну, что могу сказать, сейчас, безусловно, к нему внимание упало, это понятно, он из многих рейтингов он же и вылетел вовсе, узнаваемость, хотя было у него там до пяти процентов на пике, по по доверию, по, ну, кого вы там хотите видеть президентом, да. Ну, ты видишь, его команда, они же перешли очень важную грань, они же не просто были против спецоперации, боевых действий, они прямо призывают к разгрому российской армии. Да, и они называют еще всех, кто пошел служить военными преступниками. Это неправильно, даже с юридической точки зрения, я про моральную уже не говорю, потому что военными преступниками являются те, кто бомбит гражданские объекты, кто уничтожает мирное население. Если в отношении конкретного военнослужа этого не доказано, вы не имеете права называть его военным преступником. Более того, для меня лично люди, которые попадают на фронт и как-то там страдают, а страдают там почти все, для меня это жертвы, потому что где-то дезинформация им была, где-то их убедили, что там надо что-то, ну в начале по крайней мере, и сейчас многие из них не получают медицинской помощи, вот этот посттравматический синдром у многих, и люди выходят не могут найти себя, им надо помогать вовлечься в общество, и даже такие непопулярные меры, как, например, я знаю, что вот среди студентов, среди там преподавателей многие критикуют то, что их им предложено льготное поступление в ведущие вузы, ну типа того, что, ну а что у вас интеллектуальный уровень же там не соответствует вот этом, я за то, чтобы они поступали, потому что так мы их вовлечем в социум, так они не пойдут совершать преступления, для общества это намного важнее, даже если они будут отставать там в силу того, что действительно там были там на фронте где-то еще там, да, они отстают может быть по подготовке по своей, ну надо помогать, если мы не хотим у себя здесь резни какой-то и каких-то повторений 90-х или еще хуже, надо помогать таким людям социализироваться, а не называть их военными преступниками, но команда это команда, команда отдельно сейчас, за рубежом, я все-таки в данном случае разделяю команду и самого Навального, Навальный политзаключенный, это жертва режима, он два с половиной года находится в местах лишения свободы. Насколько плохо он выглядит? Я бы не сказал, что он плохо выглядит, то есть ну нормально выглядит, то есть понятно, что в Робе, понятно, что куча конвоиров вокруг него и там в масках, то есть такое заседание закрытое и то есть ну вот эта обстановка то есть тотального контроля над ним, просто ему там видно, что любой его чих, любое его движение, на него сразу там несколько десятков глаз, ну тяжеловато, психологически я понимаю, тяжеловато в такой обстановке находиться, тем более его там из ШИЗО не выпускают практически, ну вот физически у меня не сложилось ощущение, что издеваются там над ним, такого нет ощущения. Окей, окей. Женя. По поводу координации ты говоришь, да, сейчас модная тема, но она всегда была модная, объединение позиций, там то сего, мне все-таки кажется, что объединение людей разных политических флангов не целесообразно, категорически, у нас сейчас тем более этих флангов образовалось сразу несколько, это и либеральный, и там социал-демократический, к которому я себя отношу, и условно там национал-патриотический, да, которые там прежде всего ЗСО говорят, и объединение не целесообразно, потому что деятельность разная, но координация, какая-то возможность позвонить друг другу, где-то сверить часы, где-то возможно поддержка в каком-то конкретном, на суде на каком-то, в каком-то мероприятии, которое там организуют, по каким-то тактическим хотя бы целям, по которым нет противоречий, это возможно, по той же правозащите, она для всех актуальна, вот это взаимодействие нужно, я считаю, вот это нужно, но это не объединение, лучше пусть у каждого своя аудитория, а когда, и если, я надеюсь, такой момент возникнет, возможно, мы все, скажем так, вступим в диалог со своими аудиториями, что между собой конфликтовать не нужно, а нужно вот сейчас какую-то пусть тактическую, но совместную цель достичь. Хорошо, предлагаю тебе в БЛИЦ-режиме 10 вопросов, можешь отвечать коротко, можешь не очень коротко. Твоя оценка, когда нам ждать мира? Я думаю, либо к концу этого года, либо в следующем году. В начале следующего? Ну, в первой половине, я надеюсь на это, по крайней мере, в первой половине, да. Но это такое, это очень многое будет зависеть от выборов президента в России, как они пройдут, какие будут последствия у тех выборов, очень много неизвестных, поэтому это такое, как бы, большее обгадание на кофейной гуще, к сожалению. Но вопрос в том, что все устали уже, это очевидно, и устала и Украина, в том числе, несмотря на все поставки западного вооружения, мы видим контрнаступление, ну, фактически там никаких результатов особых нет, при этом потери с обеих сторон большие, и, то есть, ну, и вопрос возникает с обеих сторон, а для чего все это дальше продолжается? Туда-сюда очень хорошая книга, Эрих Мария Ремарко, «На западном фронте без перемен». Вот он там описывает, в основном на фоне противостояния Франции и Германии, когда сообщают, что по радио на западном фронте без перемен, а ежедневно у них там сотни людей гибнут, они на 100 метров туда, на 500 метров обратно, на 200 метров снова вперед пройдут. Для чего нам все? Нам и украинцам. Отсюда второй вопрос. Как русским и украинцам стать братскими народами? Инициировать мирные переговоры. Как только, как бы это ни было, тяжело это нужно делать. Да, придется пойти на уступки и, возможно, на непопулярные в обществе уступки. Ничего с этим не сделать. Слава Богу, Китай уже выступил с мирными инициативами, и он может быть гарантом, по крайней мере, со стороны России. Со стороны Украины, наверное, это будет США, скорее всего, гарантов, потому что, мы помним, Германия и Франция не справились в свое время по Минским соглашениям, когда фактически они были гарантами. Поэтому сейчас нужно США и Китай привлекать к этим переговорам и приходить к какому-то... Вообще, универсальный способ, я вижу, разрешения международных конфликтов от территории, это референдум. Международно признанный. Никогда их одна сторона проводит. Такому референдуму никто не поверит. А международно признанный референдум с международными наблюдателями, с наблюдателями от обеих сторон, с агитацией с обеих сторон, и тогда, как жители решают и все. И после этого все признают, что как бы результат референдума он всеми признается. Вот это сможет исключить очень многие войны. от Пригожинского мятежа Путин выиграл или проиграл? Проиграл, конечно. Конечно проиграл. Любая власть, которая допускает в своей стране мятеж, это слабая власть априори. Это резко просто подрывает ее позиции в глазах чиновников, силовиков, аллигархов, инвесторов и интеллигенции. То есть мы видим это побегство капитала, которое резко началось. Люди уже не верят, инвесторы не верят в политический режим в России. Я напомню историю России 20 век. Август 17 года первый военный мятеж Корниловский. Да, он был подавлен, но после этого власть продержалась всего менее двух месяцев. 91 год второй военный мятеж ГКЧП. Опять же был подавлен, но власть продержалась менее четырех месяцев после этого. То есть каждый раз мятеж подавлялся, но власть потом падала очень быстро в течение месяца. А сейчас мятеж даже не был подавлен. Сейчас человек, устроивший мятеж, которого обвиняют в предательстве. Мы видим есть жертвы среди человеческие жертвы. И с точки зрения армии это особые жертвы, это летчики, которые готовят десятилетиями. И тут же еще вопрос. Будет ли новый мятеж? я думаю, что политический кризис, я не знаю в форме мятежа ли он будет, но он неизбежен. Просто неизбежен. Возможно, это будет выступление масс, возможно, это будет табакерка. Мы не знаем. Но политический кризис неизбежен. Уже вот Эрдоган, например, он каким образом смог избежать следующего политического кризиса после мятежа, который у него там в 16-м году был в стране. Там были тотальные репрессии. То есть там не то, что зачинщики, там всех, кто хоть как-то высказывался в поддержку этого мятежа, все были зачищены. Я сейчас ни в коем случае не призываю к этому. Но он показал, что все наказаны, все поле зачищено. Это был единственный путь с точки зрения автократа, как можно нейтрализовать последствия мятежа, более или менее. Ничего подобного мы не видим. У нас зачинщик мятежа сейчас получает назад свои деньги, свои миллиарды. И тут еще вопрос. Есть ли у Пригожина политическое будущее? Он сейчас свои акции снизил, безусловно. все увидели, что был какой-то договорняк, что он не пошел до конца. Этим он потерял. Но учитывая то, как с ним поступает сейчас российская власть, мы видим, что он не обнулен, что его выступление возможно. Тем более, что, как ни странно, вот он сейчас вроде переехал в Беларусь, вроде бы другое государство. Но к Москве он стал ближе. То есть по расстояниям там будет около 500 километров. это меньше, чем до Ростова. То есть теоретический марш через прозрачную границу России и Беларуси теперь станет провести проще. три главных вещи, которые мешают развитию России. Ой, слушай, ну ты так прям сказал сразу. И над такими вещами надо думать изначально. Наверное, ключевое это отсутствие влияния общества на принимаемое властью решение и вообще на формирование власти. Сейчас фактически власть трансформируется как-то сама по себе путем электронных выборов назначений общества на это не влияет. Должно влиять как это происходит во всех преуспевающих экономиках. Хорошо. Прекрасная Россия будущего для Евгения Ступина. Она какая? Давай не будем все-таки термин Алексея Навального использовать. Он все-таки зарезервирован уже. Мне больше... Я протестую. Я тоже хочу жить в прекрасной России. Хорошо. Если ты так хочешь, хорошо. Хочу. Это наверное на среднесрочном этапе это в первую очередь парламентская республика. То есть мы сейчас убедились, что власть одного человека, каким бы он не казался нам правильным с самого начала, если мы даем ему много власти, это однозначно приведет к злопотреблениям, коррупции, к умовству и к ряду других, скажем так, необдуманных решений и к падению в итоге уровня жизни людей. Вот мы это все увидели. И мы понимаем сейчас, чтобы принимать в интересах людей, не в интересах олигархата, не в интересах правящего класса, нужно, чтобы парламент представлял реально людей. Ну а дальше, если это будет достигнуто, дальше переходить к тому, о чем в общем-то писали классики, это вообще к отмиранию государства, чтобы люди могли сами сам управляться без вот этого чиновничьего аппарата, который съедает, ну вот сейчас уже до половины денег. У нас силовики и чиновники съедают половину бюджета. Вдумайтесь, половину, это официально. А сколько еще там откатов, всего другого, то есть наш уровень жизни можно кратно поднимать, если вот все эти расходы оптимизировать. что на данный момент беспокоит Евгения Ступина в первую очередь? Слушай, ну наверное ближайшее политическое будущее нашей страны, то есть как чтобы те политические изменения, которые неизбежны, они прошли с минимальными потерями. То есть ты опасаешься кровавых событий? Да. Да. Во что ты веришь? Вот вся твоя борьба, иностранный агент, депутат без зарплаты, что тобой движут? Во что ты веришь? Я верю в справедливость и моя жизнь показывает, что когда я поступаю по совести, соответственно жизнь в итоге как-то поворачивается и в моих делах, которые направлены на помощь людям, она помогает как-то в итоге все это на пользу в итоге идет, и мне в том числе на пользу, когда я помогаю людям. Если я где-то что-то делаю не так, такое раньше по молодости особенно бывало, к сожалению, где-то было перегибы, меня за это судьба сразу наказывала. Поэтому я в справедливость верю и думаю, что надо поступать по совести каждый раз и все будет нормально в итоге. И получится у нас изменить нашу жизнь к лучшему. Последний вопрос. Если бы ты мог обратиться к каждому жителю нашей страны, видео набирает 146 миллионов просмотров, даже младенцы посмотрели, что ты говоришь людям? Вовлекаетесь в общественную жизнь и в политику. Без этого никак. без нашего с вами участия жизнь не изменится сама по себе в лучшую сторону. У нас нет с вами другого выхода. Вовлекайтесь. Друзья, это был Евгений Ступин. Женя, вместе мы сила, вместе мы победим. Спасибо тебе за ответы. Спасибо.